Элфи Хоумленд Минарик с иллюстрациями Мориса Синдака, между прочим. Папа-медведь возвращается домой. Медвежонок и сова Медвежонок, сказала мама-медведица, хочешь порыбачить? Хочу, ответил медвежонок. Тогда, сказала мама-медведица, беги на речку и поймай нам рыбку. Хорошо, сказал медвежонок и побежал к реке. На берегу он увидел сову. Привет, медвежонок, сказала сова. Она сидела на бревне. Привет, сова, сказал медвежонок. Знаешь, папа-медведя нет дома. Он рыбачит в океане. А маме-медведице очень захотелось рыбки. Вот я и пришел. Вдруг кого-нибудь поймаю. Так лови же скорей, сказала сова. Медвежонок забросил удочку в реку. Поймалась рыбка. Слишком маленькая, да? По-моему, в самый раз, сказала сова. Эх, сказал медвежонок. Вот папа-медведь ловит большую рыбу. И не с берега, а с большого корабля. Сова сказала. Ты тоже станешь большим медведем. И будешь ловить большую рыбу с корабля, как папа-медведь. Знаешь что, сказал медвежонок, давай поиграем. Как будто бревно это наш корабль, а я как будто папа-медведь. А ты, как будто ты. И мы с тобой рыбачим. А где мы рыбачим? Спросила сова. В океане, ответил медвежонок. Ладно, согласилась сова. Ура, крикнул медвежонок. Глянь, кого я поймал. Кого, спросила сова. Осьминога, ответил медвежонок. Ясно, сказала сова. А гляди, кто у меня. Кто, спросил медвежонок. Кит, ответила сова. Но киты же огромные, возразил медвежонок. А это китенок, сказала сова. И тут появилась мама-медведица. Ну, кого поймали? Медвежонок хитро улыбнулся и ответил. Осьминога. Осьминога, удивилась мама-медведица. И кита, сказала сова. Хотите кита? Кита? Изумилась мама-медведица. Нет, уж благодарю, кита. Не надо. Тогда, может, рыбку, предложил медвежонок. Вот эту. Спасибо, сказала мама-медведица. Я как раз о такой и мечтала. Когда я вырасту большой, как папа-медведь, сказал медвежонок, я тебе поймаю настоящего осьминога. С большого корабля прямо в океане, добавила сова. Верю, улыбнулась мама-медведица. А сова сказала, медвежонок очень ловко ловит рыбу. Это правда, сказала мама-медведица. Замечательно ловит. Он настоящий рыбак. Как папа. Папа-медведь возвращается домой. Привет, курочка. Привет, медвежонок. А знаешь, что? Спросил медвежонок. Что? Спросила курочка. Сегодня папа-медведь возвращается домой. Правда, откуда? Из океана, сказал медвежонок. Он там рыбу ловил. Далеко-далеко в океане. Далеко-далеко, повторила курочка. Ничего себе. А спорим, сказал медвежонок. Он там видел русалку. Русалку? Ахнула курочка. Ага, сказал медвежонок. Маленькую такую русалочку. И может быть, он даже привезет ее домой. Ой, сказала курочка. У тебя дома русалочка. Хочу на нее посмотреть. Я с тобой. И они пошли по дороге. И встретили утку. Привет, утка, сказал медвежонок. Сегодня папа-медведь возвращается. Угадай, где он был. И где же, спросила утка. Он рыбачил, сказал медвежонок. Далеко-далеко, в океане. Там, где плавают русалки. И может быть, сказала курочка. Мы сегодня даже увидим русалочку. А какая она русалочка? Спросила утка. Очень, очень красивая, ответил медвежонок. И у нее синие-зеленые волосы. Синие-зеленые. Как океан. Ее привезет папа-медведь, сказала курочка. Вот это да, сказала утка. Я тоже хочу посмотреть на русалочку. Я с вами. И они пошли дальше. И встретили кота. Привет, кот, сказал медвежонок. Сегодня папа-медведь возвращается. Он рыбачил в океане. Далеко-далеко, в океане. Да, сказала курочка. И там водятся русалки. И сейчас мы как раз увидим русалку, добавила утка. А где вы ее увидите, спросил кот. У медвежонка, сказала курочка. Папа-медведь везет ее домой. У нее синие-зеленые волосы, сказала утка. А глаза, может быть, серебристые, сказал медвежонок. Серебристые, как луна. Серебристые глаза, повторил кот. Как красиво. Хочу посмотреть. Я с вами. И они пошли дальше. К дому медвежонка. И увидели папа-медведя. Он вернулся. Медвежонок подбежал к папе-медведю и обнял его. А папа-медведь обнял медвежонка. Потом папа-медведь поздоровался с курочкой, уткой и котом. Мы пришли посмотреть на русалку, объяснила курочка. У нее синие-зеленые волосы, сказала утка. И глаза серебристые, как луна, сказал кот. И она красивая, добавила курочка. Отлично, воскликнул папа-медведь. Так где же она? Она у вас, хором сказали курочка, утка и кот. У меня, удивился папа-медведь. И посмотрел на медвежонка. Шо, нет русалки? Спросил медвежонок. Даже вот такой малюсенькой русалочки. Нет, ответил папа-медведь. Даже малюсенькой. Почему? Спросила курочка. Как же так? Расстроилась утка. А мы надеялись, вздохнул кот. И все посмотрели на медвежонка. Ну, я же сказал, может быть, объяснил медвежонок. Честно, я так и сказал. Не огорчайтесь, сказал папа-медведь. Глядите, что у меня для вас есть. Это морские раковины. В них слышен океан. И может быть, вы даже услышите русалок. Может быть, и кота. Медвежонок был счастлив. Папа-медведь дома. Вот он сидит в кресле, читает газету. Кот, утка, курочка и медвежонок играли с ракушками. Они слушали океан. Слышу, сказал кот. Я слышу, сказала утка. Я тоже слышу, сказала курочка. И я, ик, тоже, сказал медвежонок. Ик, у тебя и кота, сказал кот. Попей воды, медвежонок, сказала мама медведица. Медвежонок попил воды, но икать не перестал. Всем привет, донеслось от двери. Это пришла сова. Здравствуй, сова, сказала мама медведица. Ты-то нам и нужна. Ты у нас мудрая. Медвежонок икает. Попил воды, все равно икает. Че делать? Вода это прекрасно, сказала сова. Но одной воды мало. Нужно еще и задержать дыхание. Ик, сказал медвежонок. А как же мне, ик, еще и задержать дыхание? Ик. У тебя получится, сказала сова. Главное, постарайся. Медвежонок постарался. Ура, сказал он. Кажется, получилось. Я больше не ик, ик, ик. Я знаю верное средство, сказал кот. И он со всей силы хлопнул медвежонка по спине. Ой, скрикнул медвежонок. Ик, не помогает. Ик, твое средство. Слушай, прошептал кот. Там за дверью кто-то страшный. Идет сюда. Медвежонок рассмеялся. Это же ик. Все она, все корочка. И утка. Ик. Ну, ну что, напугали мы тебя, спросила утка. Ик, не напугали. Не прошла. Ик. А ну-ка, тихо, топнул ногой папа медведь. Он посмотрел на сову, кота, курочку и утку. Как мне читать, когда кругом так шумят, спросил папа медведь. И посмотрел на медвежонка. Я не шумлю, объяснил медвежонок. Я икаю. Что, что ты делаешь? Переспросил папа медведь. Икаю, понимаешь? У меня икота. Папа медведь засмеялся. Что-то не слышно, чтоб ты икал. Но я икал, сказал медвежонок. Хорошо, сказал папа. Тогда икни, пожалуйста, для меня. Медвежонок попробовал икнуть, но не смог. Ну, давай же, подбодрил его папа. Три-четыре. Медвежонок опять попробовал и опять не смог. Да, сказал папа медведь. Что-то у нас медвежонок никак не может икнуть. А зачем ему икать? Спросила мама медведица. Кому нужна эта икота? Спросила курица. Да никому, сказали кот и утка. Хорошо, что медвежонок от нее избавился. А мой способ все равно был самый лучший, сказала сова. Просто медвежонок не постарался. Все рассмеялись и сова тоже. Тут главное правильно постараться, объяснила сова. Да, подтвердил папа медведь. Постараться, это главное. Медвежонок и его русалочка. Здесь у реки так красиво, сказала мама медведица. Можно устроить пикник. А потом поплавать, сказал папа медведь. Медвежонок плавает, как рыба, сообщила сова. Ага, сказал медвежонок. А русалки еще лучше плавают. Вообще лучше всех. Вот бы мне повстречать русалочку. Вдруг они водятся в реке. А я вот в жизни не видел ни одной русалочки, вздохнул кот. Может она стесняется, сказал медвежонок. А если мы притворимся, как будто спим. Она захочет на нас посмотреть. И мы ей понравимся? Спросила курочка. Еще бы, улыбнулся медвежонок. Может быть, сказала мама медведица. Она даже захочет с вами поиграть. А я тогда, как выпрыгну, обрадовался медвежонок, и поиграю с ней. Сова сказала, как же ты выпрыгнешь, если она стесняется? Она тогда сразу спрячется. И что мы увидим? Одни пузырьки. Я и так вижу пузырьки, сказал медвежонок. А раз пузырьки, значит там русалочка. И я пошел в воду. Если увидишь русалочку, крикнул папа медведь, зови ее. К нам. Да-да, закивала мама. К нам на пикник. Позову, пообещал медвежонок. Вдруг она и вправду захочет со мной поиграть. Вот именно, сказал папа медведь. Вдруг. Разве угадаешь, что у них на уме, у этих русалочек? Ни за что не угадаешь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok